Земля без проведения торгов. Юридические лица смогут получить земельные участки, находящиеся в собственности округа или муниципальных образованиях, либо участки, государственная собственность на которые не разграничена в аренду на выгодных условиях. Соответствующий закон во втором чтении приняли окружные законодатели. С принятием новой редакции закона будет обеспечена оперативность предоставления земли в аренду для возведения значимых для округа объектов. На арендованных по новой схеме участках подрядчики смогут строить за счет внебюджетных источников объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, имеющие особую значимость для региона, в том числе для сельских муниципальных образований. Для реализации инвестиционных проектов, если в результате реализации такого проекта будет увеличено количество рабочих мест. И для поселений такое количество мы выбрали не менее 5 рабочих мест, а для города не менее 15 рабочих мест. Либо если в результате реализации инвестиционного проекта будут построены многоквартирные жилые дома или индивидуальные жилые дома, которые впоследствии будут распределены гражданам для предоставления в случае, если не потеряли жилье, в случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций и так далее. Кроме этого, такое право губернатору предоставлено для строительства объектов связи. Таким образом, бизнес-сообщество сможет участвовать в реализации масштабных инвестиционных проектов на территории округа. Ненецкий округ открыл для инвестиций в строительную отрасль, и мы совместно с депутатами активно работаем на создание благоприятной среды в этом направлении. Важнейшим условием для инвесторов при предоставлении в аренду земли является необходимость соответствия с социальным ориентиром округа, которые определяются стратегией развития региона, прокомментировал принятие нового закона губернатор Игорь Кошин. Решение о предоставлении в аренду земельных участков будет приниматься коллегиально органами власти региона. Решение о предоставлении в аренду землиных участков.